Доброе утро. Всем здорово, что кто-то дошел. Второй день. У меня тоже был риск, что я опоздаю, потому что первый день был очень тоже насыщен, но вот получилось. И, конечно, утро хотелось бы начать с добрых, актуальных новостей. Что вообще будет с миром разработки через пять лет, с приходом ИИ и вот этим всем. Вот. И я не взяла кликер. Спасибо большое. Вот утро, оно такое. У меня даже заметки, потому что я прошу понять, утром второго дня очень тяжело собираться с мыслями. Но, надеюсь, получится донести то, что хочется рассказать. Начнем с мема. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Ну вот, короче, на текущий момент есть продолжение мема, где робот отвечает «да» на вопрос «можете ли сочинить симфонию», а человек все еще отвечает «нет». Вот. И там это фильм 2004 года, и кажется, что, ну, к текущему моменту технологии прям сильно поменялись. И это, ну, очень круто. И сегодня про это поговорим. Но если чуть-чуть знакомиться, вот я Саша, моя задача автоматизировать разные процессы информационной безопасности с помощью технологии машинного обучения, вот, и помимо этого еще приходится дополнительно с коллегами, ну, там, рассказывать коллегам о том, как меняются технологии, да, рассказывать, какие новые технологии, и как эти технологии могут поменять деятельность коллег. Вот. Если, условно, пять лет назад, когда я рассказывала, что вообще каких-то направлений может не стать, да, когда, ну, что-то может заменить, меня считали, там, условно, городской сумасшедший, типа, ну, вы че, типа, какой и ты о чем, вот. Сейчас, спустя пять лет, когда даже если ты говоришь о том, что, ну, даже острый искусственный интеллект вот что-то заменит, то люди обычно уже, ну, не считают это бредом, да, а начинается такое молчаливое, молчаливо задумываются, да, и в целом, ну, даже в каком-то смысле верят в это. Вот. И дошло до того, что даже, там, поздравляя меня с днем рождения, коллеги просят не автоматизировать их так быстро, мне очень приятно, что коллеги думают, что я влияю на технологии настолько, что, там, своим действием или бездействием могу, там, остановить этот прогресс, но на самом деле я себя ощущаю вот так, вот, просто ежедневно это невозможно читать и следить за всем тем потоком информации, который у нас в этом мире есть, вот. И, ну, то есть, кажется, в это время это вообще стало нормально, вот. Вот. И в связи с этим всем бурным развитием, технологиями, да, хочется с вами поговорить, ну, в целом, да, вот, а как деятельность разработчика поменяется с приходом вот этих всех новых технологий. Здесь сразу такой дисклеймер. Конечно, мое мнение, оно субъективно, и там, те факты, которые я буду вам рассказывать, они, конечно, подобраны с учетом подтверждения моего мнения больше, чем с его опровержением, но, конечно, это связано с тем, что мне очень хочется, чтобы там, ну, лично мне хочется, чтобы технологии очень сильные и много проникали в нашу жизнь. Вот. Ну, надеюсь, поделюсь каким-то виженом, но, опять же, это очень холиварная тема, и я надеюсь, что в конце, там, во время дискуссии мы с вами сможем еще поболтать об этом и обсудить. Хотелось бы задать вопрос, кем вы видите себя через пять лет, но на самом деле хочется переформулировать, вот как вы думаете, будут ли программисты писать код через пять лет? Кто думает, что да? Так, а что так? Подождите, так. Так, а кто вообще пользовался копайлотами? Вы вообще представляете? Так, уже меньше. Так, а хотя бы чат GPT кто-то пользовался? О! Так, и то есть вы на предыдущий вопрос отвечаете, что, типа, нет, программисты будут писать код через пять лет. Ну, ладно. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, ваше мнение поменяется, я надеюсь. Когда все это вообще началось, вот, глобально? Ну, все вот эти вот умные там помощники для разработчиков. Первый, наверное, из таких, ну, такой точка отсчета считается Emax, который вот стал целой экосистемой для разработчиков. Вот, о боже, там был текстовый режим, там был многооконный интерфейс, да, вот, какая-то поддержка макросов, всего такого. То есть на текущий момент это кажется немножко каким-то бредом, да, ну, типа, ну, как бы, вот. Но в 79-м году это было прям реально ноу-хау, rocket science, вот. И там для молодых ребят, кто будет там сидеть в зале или будет потом смотреть, хочется напомнить, что вообще там в это время, примерно там до Emax было нормально отлаживать код на бумажке. Вот, с одной стороны, хорошо, что не на бересте, вот, но бумажка как бы тоже вообще отлично. Сейчас мало действительно кто таким пользуется, да, все пользуются там IDE, дебаггингом, там, методом пристального взгляда. Вот, и, о боже, опять же, второй релиз в 79-м году, это что-то вообще крышесносное, да, появился V тоже с, там, дополнением, использованием буфера, командным режимом, да, там люди, может быть, научились выходить из него тоже, вот. И это просто, ну, то есть два таких релиза считались, ну, просто каким-то невероятными, да. Там на текущий момент, там, вот сколько у нас уже за 24-й год вышло LLM-ов, да, вот, ну, там, десятка пальцев на самом деле не хватит, да, вот. Тогда всего лишь два редактора для разработки было уже просто каким-то чудом. Вот. Вот. И, конечно, следующей такой точкой был IntelliSense у Microsoft, если кто пользовался Visual Studio, да, вот, там была такая штука. Если она сейчас, я, честно говоря, не знаю, как она доработана, но вот в 97-м году это тоже был такой, типа, rocket science, правда, там, было очень круто. Вот. И уже к 2010-му году, да, если помнить, уже был гид, уже были нормальные IDE, уже дальше какие-то автоматизации появились, да, там, agile уже был, да, и вот дальше мир было не остановить с тем, чтобы эти какие-то помощников делать для разработки, потому что, ну, процессы менялись, надо было как-то масштабироваться. Рук, конечно же, всегда везде не хватало. И к 2015-му году уже было какое-то количество, ну, каких-то умных помощников, которые помогали разработчикам, вот. Ну, а, честно говоря, они были не очень, да, вот. Было какое-то количество проектов, вот, я лично помню kite, и им пользовалось в Visual Code, ой, не Visual Code, ну да, Visual Code, вот. И, то есть, пытались автоматизировать как-то разработку, помочь, но, к сожалению, разработчики того времени, они просто столкнулись с технологическим тупиком, да, вот и теми технологиями, которые были, ну, сколько, получается, 9 лет назад, и 9, ну, не так далеко при нас довольно, вот, ну, было невозможно решить эти задачи, но, к сожалению, проблема в том, что тогда многие люди столкнулись вот с этим разочарованием, и сталкиваясь сейчас с какими-то новыми инструментами, да, люди не хотят ими пользоваться, потому что осталась та память, да, там, вот, я пользовался, я расчаровался, типа, я не хочу больше, там, вот, с этим взаимодействовать. Да, вот, и вызывает расчарование у разработчиков, ну, вот эти дополнительные вещи. Но, к счастью, в 2017 году в машинном обучении произошел такой прорыв, да, это изобретение архитектуры трансформера, да, вот, если помните, были там, ну, рекуррентные сети, там, РНН, ЛСТМ, вот, потом люди задавались вопросом, а как же эффективнее, ну, то есть все рекуррентные, ну, не все, но большинство рекуррентных сетей, они развивались именно для задачи машинного перевода, вот, ученые, да, прикладные ученые думали, а как же этот машинный перевод улучшить, так появилась архитектура sequence-to-sequence, но это еще не трансформер, но уже очень близко, потом ребята придумали такую штуку, как attention, который очень, вот, именно эта штука, она сделала такой прорыв, вот, такой автоэнкодер с attention назвали трансформер, на основе него появился BERT, это такая тоже языковая модель, которая уже генеративно могла генерировать и решать там большое количество задач, и вот на основе BERT, ну, по факту трансформера, да, у нас появились вот эти вот современные большие языковые модели, ну, там, большие и маленькие, там, еще тоже вопрос, но это стало суперэффективным, и кажется, там, на текущий момент, ну, это точно не остановить, все будет только развиваться. В 2003 году инвестиционный агентство Sequoia, Sequoia Capital, вот, они создали такую прикольную карту, она будет опубликована в, как раз-таки, Positive Development Community, заходите, о чем эта карта, чем она нам будет интересна, возможно, сейчас не очень видно, но, возможно, позже, там, в презентации, либо, как раз-таки, в группе вы подробнее рассмотрите, у нас вот по горизонтали какие-то процессы разработки, собственно, ну, какие-то этапы процесса разработки, а по вертикали у нас сгруппированные такие инструменты, вот, в самой левой колонке сгруппированные, ну, довольно классические инструменты, где разработчик, ну, либо какой-то из участников процесса, там, DevOps, администратор, что-то еще, вот, ну, полностью управляет этим процессом. Вот, средняя колонка, это где уже добавлены какие-то AI, ML-технологии, которые помогают, вот, и третья колонка полностью AI-powered инструменты, ну, где ты пользуешься, ну, вот, прям машинным обучением, чтобы практически полностью автоматизировать вот там тот процесс, которым занимаешься. Но это 23-й год, я, честно говоря, не нашла подобную картинку на 24-й год, и мне показалось, что там мой какой-то взгляд на те какие-то инструменты могут быть, он будет узким, поэтому было бы очень круто, если бы комьюнити проапдейтила эту картинку, если вы пользуетесь какими-то инструментами для своей работы, и их нет на этой, на этом, на этой прекрасной картинке, пожалуйста, напишите в пост, давайте сделаем, ну, проапдейтченную версию, мне кажется, будет очень-очень круто. Пост когда-то будет опубликован минут через семь. Но это как бы полный процессор вработки, а вот из чего состоит работа программиста, ну, как такового, вот что он ежедневно делает? Я вот дальше буду опираться на три исследования. Эти три исследования разные. Одно исследование от CodeSignal, верхнее исследование от GitHub и нижнее от McKinsey, и у них была очень разная методология, она очень интересная, я прям очень рекомендую посмотреть полные исследования потом позже. Если CodeSignal и GitHub проводили опросы, то есть они просили очень большое количество разработчиков, как вот современные технологии влияют на их продуктивность, на их эффективность, то McKinsey, они собрали лабораторию, куда прям посадили там какое-то количество разработчиков, и они прям замеряли, ну, их продуктивность, эффективность, ну, вот, какой-то задачи без использования AI-инструмента и с использованием какого-то AI-инструмента. Ну, и в целом, на самом деле, у них цифра примерно совпадает, поэтому когда цифры там будут, ну, это такое обобщенное, потом рекомендую подробнее там почитать, правда, очень прикольные инсайты. Ну, вот, как вам кажется, насколько продуктивность в итоге поднялась у разработчика, который использует AI-инструмент? Вот, можете там цифру предположить, процент? 40, говорят, 20, 10, 150, отлично, да, 146. Ну, окей, сейчас проверим. Вообще, из чего состоит работа разработчика? Просто чтобы быть в каких-то общих терминах. Ну, выделяют вот такие этапы. Есть еще один этап, который там вот Дима мне подметил, это там погружение в проекты и обучение, но просто там общих цифр в исследовании про это не было, но это очень-очень важная часть, да, это про когнитивную нагрузку, когда какой-либо разработчик только в проект входит. Вот, ну, обычно выделяют вот такие части, и это примерно такое распределение от рабочей деятельности. То есть, там, примерно 25% по-честному разработчик пишет код, да, вот, 20% тестит и дебажит, да, там, 15% времени для код-ревью используют. Ну, конечно, у нас очень много, там, синков и всего такого, да, там, документация, да, настройка среды. Ну, понятно, что это в среднем. Это прям среднее по больнице, но мы хотя бы от каких-то цифр можем отталкиваться. И вот, опять же, на основе исследований ребят, ну, оказалось, что именно написание кода может повысить эффективность на 55%. Вот, круто. Тестирование и дебаггинг на 30%. Код-ревью на 20-25%. Вот, есть некоторая проблема с митингами и коллаборациями. Возможно, сами разработчики хотели бы, чтобы именно вот эта часть была автоматизирована, но, ребят, к сожалению, пока чуть сложнее. Вот, но я думаю, что, возможно, это идея для стартапа. Вот, ну, соответственно, документация на 25%, 10-15% для настройки среды и поддержки. И, в общем-то, несложной математикой. Вот, если прям несложной математикой, мы вычтем проценты от процентов, но корректно, я там перепроверяла, у нас выйдет, что распределение работы, оно станет вот таким. И, ну, то есть, если мы посчитаем, я сделаю акцент, что это нижняя граница, нижняя, вот там вот про GitHub было 50%, но в других статьях нижняя граница была 25%, ну, поэтому я взяла вот, ну, прям по минимуму, давайте вот у нас негативные предсказания. Вот, и, то есть, на текущий момент, вот минимально на 20% вот исследования говорят, что разработчик может, ну, делать свою работу эффективнее, что с помощью AI-инструментов. Вот, 60%, если мы посчитаем примерно по верхней границе, ну, то есть, если прям суперпрокаченный AI-powered разработчик. Ну, и хочется, ну, вот вообще ожидалось там 150%, да, глобально. Вот, а чего так мало? Ну, правда, это, мне кажется, суперважный вопрос. Вернемся, разработчики все еще разочарованы в современных копайлотах. Вот, реальность, она такова. С одной стороны, это память 2015 года условно, да, когда мы там не верим, мы что-то попробовали, ну, что-то какая-то фигня. Вот, но с другой стороны, тоже там инструменты развиваются, они становятся лучше, ну, уже расчарованные люди, они как бы, ну, снова не пользуются обновленными версиями. Вот, ну, и потом разные есть причины. В общем-то, есть вот такие причины, да, почему, ну, они объективные, ну, вот, правда. То есть, не всегда качественный ответ. Ну, правда, правда. Ну, то есть, не всегда нравится, приходится исправлять. Не всегда есть контекст у вот этих копайлот-ассистентов, которые используются, то есть, у нас там проект, он сложный, там, большая структура, да, вот, копайлоту иногда очень сложно этот контекст иметь. Собственно, вопросы к безопасности, конфиденциальности, да, не все могут эти инструменты использовать, ну, облачные инструменты использовать, да, и в этом случае разработчики стараются, ну, некоторые, да, установить какие-то LLM-ки локально, да, использовать какие-то плагины. И логично, что локальные маленькие модельки, они, ну, качеством хуже. Ну, и поэтому, как бы, блин, типа, облаком пользоваться не могу, вот эти модельки говно какое-то, типа, и пользоваться не буду. Но на самом деле есть главная причина, почему это расчарование наступает. Вот, потому что, чтобы еще получить хороший результат, нужно написать хороший промт. Вот, и у нас, вообще, в целом у людей есть какая-то проблема с формулированием мыслей. Вот, ну, наверное, каждый из нас бывал в ситуации, когда ты такой сидишь, работаешь, и тебе коллега пишет такой, типа, сори, долго писать, давай, ну, созвонимся на 15 минут, а ты такой сидишь, работаешь, ты такой, типа, ну, если 15 минут, то можно было бы и написать, но из-за того, что человеку трудно вот эти вот свои мысли сформулировать, да, он, как бы, просит, ну, вот, поговорить. А потом ты еще с ним говоришь, это выливается в 30 минут, потому что, ну, типа, или там даже в чав, потому что, блин, ну, нифига не понятно. Вот, формулировать мысли сложно. Вот, и с этим связаны определенные сейчас тоже технические ограничения, что, там, запросы должны быть достаточно точными. Вот, и на самом деле, ну, то есть, некоторые, там, коллеги, друзья, товарищи, они такие, да, все это не очень, ваш этот чат GPT, я вот пробовал, ну, результат был, ну, так себе. И хочется помочь, там, спрашиваешь у человека, а покажи промт, что ты там написал, ты смотришь на этот промт и тоже не понимаешь. Вот, и это прям очень такая важная причина. Опять же, для разных LLM бывают разные особенности с синтаксисом, это прям факт. И, ну, да, надо потратить время, чтобы научиться. Ну, это отдельный важный навык. Вот, и, ну, вообще, специфика работы такая, да, работает не с первого раза идеально, ну, нужно фиксить, нужно дополнять промт, и получается такая фигня, что мы хотели снять когнитивную нагрузку, а из-за того, что у разработчика скилл промт-инженеринга не прокачан, эта нагрузка врастает. И появляются такие вещи, ну, правда, бесят, потому что хотелось проще, а стало сложнее, в этом надо разбираться. И в разных сообществах уже есть очень большие обсуждения, да, почему копайл-то не очень. Но, честно, спойлер, все сводится к тому, что, ну, как бы промт-инженеринг не очень. Вот, ну, и понятно, что модели тоже развиваются, может быть, человек попробовал давно, сейчас уже немного по-другому, вот, но мнение не обновил. Вот, и, окей, а что если там мы улучшим промт-инженеринг чуть-чуть? Вот, большинство разных проектов, например, вот, джен, господи, GPT-инженер, клевый проект на GitHub, который говорил о том, что мы сделаем, ребята сделали такую тулу, которая не просто генерит код, она создает полностью проект с файловой структурой. Все, что, ну, и ты просто этот проект можешь запустить. В интернете куча роликов, где реально работает, ну, какие-то не суперсложные программы, но все, что нужно сделать, это написать прям промт, прям расписать, какие модули тебе нужны, там, что ты хочешь получить. К счастью, эта программа иногда может уточнять какие-то детали, вот, но, опять же, из-за того, что этот промт нужно описать, это становится очень сложным. Вот, и поэтому, ну, то есть в каком-то, ну, есть большое количество людей, у меня там лично тоже не получалось создать такой проект, так качественно описать промт, когда вот, ну, он полностью там сгенерит все за тебя, и тебе остается только нажать кнопку там, чтобы запустить. То есть получается, что вот если у нас развивается Generative AI, какие-то копайлоты, то кажется, что промт инжиниринг — это фактически навык будущего для разработчиков. Я вот не знаю, вы согласны с этим, нет? Есть кто согласен? Так, ну, немного. А кто прям категорически не согласен? Так, один, два. Ну, интересно. Давайте обсудим. И вот у нас появилось условно два таких направления, да, что есть люди прям, которые категорически не хотят в это погружаться, и это как бы, ну, окей, нормально. А для кого-то это становится основным навыком. Для кого? Я напомню, у нас там есть студенты, потрастающие поколения, и если мы говорим про через пять лет, да, то вот те студенты, у которых сейчас есть там технология ChatGPT, какие-то там еще другие технологии, да, альтернативные сервисы, которые для... Ну, им вообще не сложно запариться и потратить время, чтобы этот навык получить. Вот, то есть через пять лет на рынке труда мы получим какое-то количество разработчиков, для которых это будет основным навыком, да, и в целом индустрии придется либо это принять, потому что просто других разработчиков не будет, ну, я немножко утрировал, конечно, но тем не менее, ну, вряд ли спрос на разработчиков, он уменьшится, да, либо всем придется обучиться, потому что, ну, как бы с этими разработчиками еще надо как-то общаться там, задачи им давать и все такое. И еще через пять лет мы-то станем старее, вот, а новое поколение с новыми навыками, оно наступает нам на пятки. Вот, поэтому вопрос вполне себе очень резонный и актуальный. И вообще глобально вот в разработке не только промо-инжиниринг, кажется, тенденцией, да, то есть мы видим глобально развитие как лоу-код решений, так, ноу-код решений, и новая клевая штука, которая есть, да, это вообще разработка на естественном языке. Я чуть позже приведу примеры, наверное, вот, и этот тренд, он подтверждается. Например, в Y-комбинаторе есть некоторый список тем, направлений, которые этот акселератор, он выделяет в своем топе для стартапа. Вот, там почти половина тем, они про ИИ, и очень много тем, прям вот, там тем 30-40 условно, вот, чтобы порядки понять. И очень много про интерпрайз, автоматизацию, написание кода. То есть даже если вам сейчас кажется, что это какой-то буллшит, и там промо-инжиниринг не надо изучать, и это там ненужный навык, то в это готовы вкладываться. То есть это прям очень важно. Так вот, будут ли люди вообще писать код через 5 лет? Ну, если уже сейчас акселераторы готовы вкладываться вот в эти проекты. Вообще хотелось бы, чтобы тот самый ИИ был каким-то образом создан, да, для этого, возможно. И тогда вопрос, что такое тот самый ИИ, который мы все вот боимся, возможно, что он нас заменит, в разработке в том числе. Вот есть очень клевое исследование, которое мне лично очень нравится, от DeepMind. Оно вышло в ноябре прошлого года. Я видел там суперзначительных изменений не было. Они там рассуждают про путь к ЭДЖАИ, Artificial General Intelligence, да, тому самому ИИ, который вот все боятся. Они сформулировали вот тот самый ИИ таким образом, да, что тот самый ИИ – это такая штука, которая превосходит 100% людей, ну вот в принципе. И они выделяют там такие два важных направления. Это именно вот первое, как способность решать задачу, да, какого-то АИ. А второе – это автономность. Вот у них там очень клево расписанные примеры подробнее, но вот мы будем говорить примерно про код. То есть самый нулевой уровень, да, это когда человек полностью участник процесса. Далее, вот допустим, уровень 2, да, консультант. Что если вы не эксперт в какой-то теме, да, то вот этот ИИ вам поможет. Но если вы эксперт, то, скорее всего, вы будете лучше. И, кстати говоря, то есть вот на каком уровне сейчас вот эти вот все технологии находятся, считается, что чат GPT, он находится на втором уровне. То есть, ну, есть еще немножко времени, да, у нас, чтобы вот чему-то подучиться. Ну, и, соответственно, пятый уровень, да, вот полностью автономный ИИ, который на 100% лучше каких-либо экспертов. И вот это очень большое обобщение. И глобально ребята тоже в статье задаются вопросом, а если декомпозировать на какие-то области, ну, вот в целом, да, есть ли уже области, где вот тот самый искусственный интеллект лучше 100% людей? Как вы думаете? Ну, что-то, может быть, вспоминается такое. Подсказывают финансовые, ну, интересно. Да, генерации контента, медицины, шахматы. Да, вот, прав, абсолютно. Спасибо большое. На самом-то деле, вот у нас шахматы и игра в го, ну, уже не имеет смысла с точки зрения соревнований людей, вот, потому что уже есть программы, да, основанные на искусственном интеллекте, которые на 100% ну, как бы лучше, и, ну, наверное, там, вы за этим следили, может быть, да, и это довольно такая известная штука. И то есть получается, что если мы прям декомпозируем на какие-то области, то достичь, ну, вот эти вот уровни, которые мы рассматривали, ну, становятся более, ну, реалистичны. Про eBay мы, кстати, тоже думаем. Из последнего, что следующее старается тоже заменить, мне очень понравилось, вот буквально в апреле в Абу-Даби были Autonomous Racing гонки, ну, то есть гонки автономных автомобилей, то есть там прям ребята сделали полноразмерные болиды Формулы-1, они там даже соревновались, там был, кстати, русский гонщик, ну, бывший русский гонщик, вот, и в целом эта гонка прошла неплохо, то есть, ну, они первый раз это делали, понятно, там было много фейлов, но глобально вот уже, то есть Формула-1 разветвляется, да, на то, что есть, ребята, люди, кто будет водить болиды быстрее всех, и будут автономные автомобили, которые готовы соревноваться наравне с людьми. Мне кажется, это очень-очень здорово. Ну, и глобальный вопрос, окей, если и такой умный, так, может быть, пусть он сам промт и пишет. Ну, логично, да, то есть, зачем тогда вообще разработчику писать эти промт, учить, там, когнитивная нагрузка, это еще все меняется, а мы помним, там, первый мем про снегопад, что, ну, как бы, там, очень сложно сейчас следить за статьями, вот, и, собственно, к счастью, ну, наверное, есть сейчас новый тренд, это AI-эдженс, да, вот, есть такая концепция чат-ботов, есть концепция AI-эдженс, и вот на текущий момент глобально там сыровато как технология, но, тем не менее, многие технологические лидеры, вот, например, ребята из IBM, AI-платформы, они прям выделяют то, что, ну, это прям будущее. Вот, ну, то есть, если примерно разграничить, а что такое вот эти вот, ну, в чем там разница между чат-ботами и AI-агентами, да, то есть, если LLM мы сами по себе, это у нас такое фокусная работа с информацией через LLM, да, то AI-агенты, это уже такое программное решение, да, про автоматизацию каких-то бизнес-процессов, чтобы оно могло работать максимально, там, автономно и универсально. Вот, и, опять же, возвращаясь к тенденциям, да, то есть, окей, у нас там промт-инжиниринг – это навык будущего, кажется, да, у нас развивается лоу-код, ноу-код, естественный язык, да, то есть, но это же естественно кажется, да, то есть, все туда и идет, ну, ничего нового, на самом деле, то есть, вот даже если посмотреть на развитие разработки как таковой, да, то есть, вот у нас там появился там, ну, там, операционные системы, компиляторы, там, вот это вот все, да, но дальше, если мы говорим про программирование, да, вот, ну, машинный код, ну, все могли бы писать на машинном коде, но неудобно, да, люди придумали языки программирования, ну, более верхнеуровневые, чтобы было удобно, там, куча синтаксического сахара над этими языками, ну, то есть, у нас есть более низкоуровневые языки программирования, более абстрактные и все такое, вот, потом интерпретируемые, и, ну, логически, естественно, развивается, что языки программирования, ну, люди стали писать какой-то типичный код и начали объединять в фреймворке, логично, да, зачем делать то же самое, можно там за использование библиотеки. Дальше люди, опять же, поняли, что, а зачем вообще писать код, если есть там очень типичные вещи, и появились разные лоу-код решения, да, а потом поняли, что совсем типично и появились ноу-код решения, ну, например, тильта, да, вот у нас уже можно создать какой-то лендинг, прикрутить CRM, вообще не написав ни строчки кода, и это все будет очень круто работать, да, ну, вот как примером. И появилась разработка на естественном языке, появился такой сервис, опять же, основанный на чат GPT, где ты прям вот вручную можешь написать, какой сервис ты хочешь сделать, тоже как бы описать. Да, это выглядит как промт, но у ребят очень неплохо получается, получается прям такие, ну, пока они суперсложные, прям сервисы, они описывают, да, вот каждый компонент на естественном языке, что хотят сделать, ну, и в итоге получается вполне себе прикольный сервис, ну, конечно, да, в итоге код генерится, по-моему, прям очень здорово. И дальше, ну, там будут примеры. Да, вот, ну, в целом, как пример каких-то технологий, да, вот, можно потом посмотреть, правда, все клевые штуки. Вот. Ну, тогда возникает вопрос, да, вот, а что с безопасностью? Ну, то есть кажется, окей, если код становится типичным, да, ну, то есть вот эти вот все даже, там, ну, код решений, основные на естественном языке, это же какие-то блоки, ну, там, похожего кода, рано или поздно там, наверное, найдут все уязвимости, приведут в порядок, все будет вообще здорово, наверное, вот. То есть вообще какие-то последствия автоматизации разработки несут для безопасности на самом деле, ну, достаточно положительное влияние, вот. То есть, ну, во-первых, производительность разработчика, вот, говорят на цифрах, что увеличивается, да, качество кода за счет этого тоже увеличивается, ну, в среднем, да, то есть мы говорим, очень трудно следить за вопросами безопасности в разработке, тем более, ну, там, вы в этом треке как никогда об этом, наверное, знаете, и кажется, что если, ну, будет генериться заранее уже, там, хороший код, то проблема решится, ну, соответственно, там, соответствие стандартов и все такое, да, вот. Даже процесс ревью может стать эффективнее. То кажется, что проблем с ИБ будет меньше? Я не знаю, кажется, нет? Я вижу, люди кивают, да. Ну, здесь, опять же, есть две стороны медали. С одной стороны, будет какое-то количество приложений, кажется, да, что, которые, ну, действительно станут безопаснее, но за всей вот этой вот инфраструктурой, которая лежит за ноу-код, кажется, ну, все еще нужно следить, это тоже там очень сложная штука. Так. У меня перестало переключаться. А, вот. И глобально, то есть подводя какие-то итоги, чего вообще делать-то с этим всем? Вот. В итоге кажется, правда, что деятельность разработчика вот такая, как она на текущий момент, она, скорее всего, ну, точно поменяется. Ну, прям очень много таких, ну, хотелось сказать, red-флагов, но, на самом деле, ну, мне кажется, green-флагов, которые об этом говорят. Вот. Точно хочется выходить из Veeam, ну, многие любят все еще Veeam, вот, и интегрироваться с какими-то копайлотами. Вот, кстати, не знаю, есть ли для Veeam какая-то уже интеграция с каким-либо там чат-GPT-копайлотом. Ну, в общем, если вы о таком знаете, напишите, пожалуйста, в чат-комьюнити, я пока не знаю, но было бы интересно. Кажется, точно промт-инжиниринг то, что нужно всем прям периодически подсчитывать и тренировать. Вот. И, кажется, да, сейчас вот эти AI-инструменты, они не идеальны, не решают прям супермного хардовых задач, но тенденция точно есть к тому, что с каждой интеракцией они становятся лучше. Да, возможно, когда-то в каких-то моментах, так же, как условно в 2015 году, AI-технологии столкнутся с каким-то технологическим тупиком, когда вот именно на текущих технологиях нельзя будет решить такую задачу, но человечество в целом, да, и разработчики, исследователи, они задумываются, как этот тупик преодолеть, и кажется, что, ну, неизбежно это будет улучшаться. Вот. На самом деле это было все. Спасибо большое за внимание. Важный дисклеймер, что я не использовала чат-GPT для этой презентации, это мои собственные галлюцинации, вот, поэтому будьте к этому лояльны, и спасибо вам большое. Да, давайте поблагодарим Александру. Так, Саш, наша аудитория увеличилась в несколько раз, как минимум. Я надеюсь, что, ребята, вы проснулись и готовы к некоторым интерактивчикам, которые мы для вас заготовили. Немножко про формат. Смотрите, у нас есть QR-код на главном экране, по которому вы можете оценить доклад, и есть QR-коды на боковых экранах, они сейчас должны появиться, по которым вы можете задать свои вопросы в чат, подружиться с нашим Telegram-ботом, и что-то интересное, какой-то, может быть, каверзный вопрос задать. Саша, я на самом деле для себя решил, что в ближайшие пять лет мы, наверное, будем при деле, вот, а через пять лет мы ждем тебя на этой сцене вновь, и чтобы ты с каким-то новым прогнозом нас приободрила. Да, или гороскопа. Да-да-да, какой-то киберпанк будущее. Пока мы готовимся к некоторому интерактиву, у меня будет к тебе вопрос, на самом деле. Я как менеджер имею некоторый сон-мечту, так это можно назвать, в которой я прихожу на работу, в пустой офис, сажусь за свое рабочее место, открываю последние отчетики, которые мне прислали мои сотрудники, смотрю, какие-то метрики с прода, где как круто работает наш сервис, как много хакеров мы остановили, какие фичи туда добавили. Просматриваю список гипотез, идей, которые принесли... Здесь уже вопрос, типа, зачем ты в этой цепочке? Подожди, сейчас дойдем до этого. Просматриваю список идей, выбираю одну наугад и ухожу домой. Вот, как бы теперь вопрос. Как ты думаешь, через сколько лет, не знаю, может быть, десятилетий произойдет такое, что появятся полностью виртуальные команды разработки, где разработчики, тестировщики, аналитики, девопсы, UX-специалисты и все остальные будут заменены искусственным интеллектом? Мне кажется, надо разделять по каким-то задачам, потому что есть действительно сложные задачи, есть супертиповые. И мы даже с тобой обсуждали, вот есть стартапы, которые уже полный цикл разработки, ну, как-то автоматизируют. Ты побольше можешь об этом рассказать, потому что ты прям потыкал, но точно такая тенденция есть, и кажется, что... Ну, то есть зависит, какая это именно компания, то есть какие-то там тенденции к этому точно есть, часть какой-то работы точно будет вот таким образом автоматизирована, и мне кажется, здесь ты как менеджер уже тоже будешь не нужен. Возможно, это как бы следующий вопрос на следующую пятилетку, но все-таки вот экспертная оценка в годах, вот это сколько примерно? Ну, вот, например, Илон Маск, ну, то есть тоже эксперт, он говорит, что к 29-му году уже искусственный интеллект будет лучше 100% людей. Неплохо, стоит проверить, я думаю. Это, ну, как бы не так долго. Друзья, вы можете запомнить эту оценку, и мы с вами соберемся здесь в 29-м году. Это, вот, кстати, не моя. Цитирую великих людей. Мы зафиксируем это. Так, у нас подготовлен интерактивчик. Давайте мы начнем сначала с него. Какие-то вопросики мы хотели бы вам задать. Вот, и давайте я какой-нибудь первый вопрос в зал задам, и мы еще будем микрофоны носить. То есть поднимайте руки, если хотите по этому поводу что-то дельное добавить. И, наверное, такой вот в тему самый, наверное, горячий вопрос сейчас – это, а как вы думаете, какие профессии или какие навыки не могут быть заменены в ближайшем будущем искусственным интеллектом? А давай определимся, вот ближайшее будущее – это 5 лет, 10 лет, 15. Давай 10 смотреть. То есть мы возвращаемся в 34-м году сюда. Да, да. И вот что точно не заменено искусственным интеллектом? А давайте мы поможем, может быть, микрофончики? Вот там есть. Вот, молодой человек, да. Коллеги, не хочу разочаровывать, но это сантехники и в таком духе, да. Их невозможно будет заменить. Ну, возможно, да. Хотя есть вот в Японии, там, Корее, знаете, есть всякие роботы, которые, например, убирают общественные туалеты. Вот, и это, на самом деле, очень впечатляет. То есть сама инфраструктура, она тоже меняется. Вот, они тоже такие заезжают, все там моют. То есть, ну, это не про сантехнику, но возможно, что, ну, шажки какие-то сделают вот к таким вещам тоже. Я бы, наверное, смотрел на это с той стороны, что у нас вот в офисе есть бариста, и даже в моем сне киберпанк будущего я прихожу в одинокий офис, но там есть бариста. В киберпанке ты приходишь в офис. Одел VR-очки, сел там дома нормально, ну и... Ну, пусть твой барист-то ко мне приходит. Так, Саша, наверное, вопрос у тебя. Да? Ну, я продолжу. Это учителя, работа с людьми, причем это будут очень дорогие специалисты, потому что то, что дешевое, это будет искусственный интеллект делать. И это, кстати, отчасти правда, что сейчас вообще большой тренд на онлайн-образование. Я помню, прям в году в 2016-2017 в Москве прям собирались какой-то комьюнити преподавательское, и они прям обсуждали, вот онлайн-образование стоит или нет. И действительно стало так, что онлайн-образование, кажется, будет дешевым, не совсем качественным, но супер доступным. И действительно какие-то суперэксперты, они станут супердорогими, ну и, соответственно, тяжело доступными для простых людей. И вот эта вот поляризация в целом общества, она возможна. Что с этим делать, надо думать. Да, спасибо. Может, еще у кого-то есть дополнение, последний ответ. И за лучший ответ, и дальше у нас будут вопросики, мы выдадим вот такую вот клевенькую футболку. Я могу с Фейстером задать вопрос. Вот, а вообще, что вас впечатлило, может быть, за последнее время из AI-технологий? Есть ли кто-то впечатленный? Вот, есть, пока первое. Извините. Мне очень впечатлило, как быстро люди перестали гуглить самостоятельно и начали все делать чат гопатте. Вот. Это больше самое большое впечатление. Интересно. Вот еще был молодой человек в проект от OpenAI. Там генерация видео от SOR. Это великолепно. Ну, еще непонятно. То есть там какое-то закрытое тестирование, они показывают видео, но пока это не в паблике, очень сложно оценить. Вдруг они там наняли моушн-дизайнеров и сидят там что-то делают. Но я уверен, что там все хорошо, но пока непонятно, как это будет для масс, потому что есть шанс, что это тоже такая непростая технология, например, с тем же промт-инжинирингом, что, возможно, там моушн-дизайнеры, они могут сформулировать, какое именно они видео хотят. Поэтому те видео, которые получаются, они правда очень суперкрутые. Будет ли способен, ну, там, простой обыватель сгенерировать такой же, это вот вопрос. Тогда вот у нас есть еще. Ну, кажется, очень впечатлительными являются системы, которые хотят полностью заменить работу разработчиков. Вот буквально последние месяцы там был релиз, или превью, вот, системы Devin, которая обещает полностью по человеческому концепту разрабатывать продукт и потом с обратной связью и при ошибках каких-то перекомпилировать и перегенерировать код. Вот еще такая тема, это Copilot Workspace, которая на issue на GitHub говорится, что сможет полностью генерировать решение, и уже человек, ну, посмотрев на это, сможет его принять. Вот. И вот это действительно пугает, что полностью заменяет частично разработчиков. Пока это, может, не очень хорошего качества, и его там заваливали при тестировании, делали дебанки. Да, действительно, пока еще не идеально. Но, в будущем, возможно, это станет как раз заменой разработчиков. Да, тогда вот острый вопрос, поймите правильно, но вот после этого нельзя его не задать. Если все же через пять лет разработчик будет заменен, какой у вас план Б? Есть ли у кого-то план Б? Так, отдыхайте. Ну, безусловный доход, я слышала, по крайней мере, в России еще как бы не становится популярной темой. Ну, ух. Так, друзья, поднимайте руки, чтобы микрофоны можно было вам выдать. Слушайте, вот, есть рука. Видел одну интересную, довольно забавную картинку. карьера разработчика. Там человек, значит, начал, по-моему, как раз разработчиков, точно не помню, но какая-то айтишная профессия у него была. Значит, там, разработчик, тимлид, там какой-то еще крупный руководитель, архитектор по разработке программного обеспечения. И, значит, последняя точка, последние семь лет развожу гусей на ферме там, в Коварадо. Ну, вот, такой план Б, потому что поросяток-то искусственный интеллект вряд ли сам будет вот так разводить. Да, отличный план. Я думаю, можно воспользоваться. Саша, как ты думаешь? Ну, я думала, вот, тоже были темы, когда там вдруг интернет отключит, да, какой-то катаклизм, все такое. Вот я тоже думала, типа, может, там, это в таксист, а потом такая, блин, типа, не получится. Да не, классно. Я где-то пять лет назад слышал от таксиста, причем даже от трех, примерно, в интервале месяца, что таксисты будут заменены автопилотами. Это вот как раз там Тесла, идеи, когда у нас там появятся автопилотные такси. То есть, в целом, как бы, они тоже, мне кажется, сейчас немножко на грани. Ну, правда, сейчас эти технологии, опять же, китайский автопром очень продвинулся, вот в автопилотах в том числе, но там тенденции в России, они вот про то, что заменяют не городской транспорт, а вот грузовой. Ну, то есть, и в России есть такой, такие эксперименты, они довольно успешные, и это действительно, как будто экономически выгодно. И еще внезапно для меня было, это в агро всяких вещах, то есть появилось очень много, например, тракторов, которые автопилотные. Но к теме информационной безопасности, почему это актуально, что там вот эти ребята, которые используют, ну, трактористы, вот, они не хотят платить лицензии, они тоже ломают трактора, чтобы делать свои работы. Это тоже очень забавно. Да. У нас еще остается пара, наверное, минут, нет, наверное, пять минуток на пару вопросов. Я приглашаю своего коллегу Александра Болдырева, который зачитает пару самых интересных вопросов, которые к нам поступили в чат-бота. Да. Первый поступил Алексей Анатонов вопрос про безопасность. В своей третьей книге Юболи Хой Ной Хайли говорит о листах, связанных с автоматизацией и использованием искусственного интеллекта. Как пример, он указывает на возможность создания автономных систем, которые могут действовать вне контроля человека и создавать потенциальные угрозы. Как вы считаете, какие конкретные меры могут быть приняты, чтобы избежать подобных сценариев в контексте разработки программного обеспечения? То есть, если искусственный интеллект создает программы, которые нарушают безопасность. Спасибо, Лёша, за вопрос. Мы ещё в баре можем обсуждать. Но глобально с древнейших времён все боятся, что технологии выйдут из-под контроля. Все вспоминают терминаторы и вот это вот всё. Но пока всё же какие-то системы останавливаются. Правда, очень просто. это выдернув шнур из розетки. Ну и, кстати, вот в статье DeepMind как раз-таки об этом и говорится про автономность. Что если мы можем выдернуть шнур из розетки и это перестаёт работать, то это как бы не автономно. А как же SkyNet? SkyNet? Да, который распространяется на все компьютеры, все устройства во всём мире и там уже не выдернешь из розетки. Опять же, это гипотеза. То есть мы сейчас, ну если не фантазировать и смотреть на исследования и данные, то вот прямо сейчас таких тенденций не наблюдаются. То есть работают над более приземлёнными вещами. Возможно, будет какой-то ля-чёрный лебедь, когда вот что-то вот такое изобретётся и всех проработит условно. Но, ну то есть если смотреть на исследования, такое не прорабатывают. Да, спасибо. Следующий вопрос. Есть ещё один вопрос от Владимира Бугаркова. Как вы считаете, промт-инжиниринг это очень короткий временной этап, пока нейросеть не научится понимать бизнес-аналитику или документацию по проекту? Ну да, это очень мне понравился. вопрос. Да, это как раз таки то, что мы обсуждали про промт-инжиниринг. Ну, здесь всё кроется в пока формулировке. На примере генеративных моделей, которые генерируют изображение, мы можем увидеть, что вот этот работа с промт-инжинирингом в моделях, которые генерят картинки, стало гораздо лучше. То есть даже если ты сейчас какой-то плохой промт напишешь, тебе всё равно будет сгенерена хорошая картинка и ты этим сможешь пользоваться. То есть ребята прям об этом, ну, типа миджорни, да, вот они думают прям об этом. Я думаю, что ну, вроде сейчас развивается там разработки там агентной системы, вот это вот всё тоже будут улучшаться, но возможно чуть позже. То есть, да, возможно, потом вообще там Илон Маск чипы свои доделает и ты силой мысли, тебе даже формулировать ничего не придётся, силой мысли ты скажешь, что надо делать, условно тебя поймут и будет всё клёво сделано. Это идеальный мир. У нас есть ещё время на один вопрос. Да, и последний, он короткий. Есть ли жизнь после искусственного интеллекта и в какую профессию надо идти? Ну, наверное, от тебя, Саша, хотелось бы услышать это. Ну, мне кажется, сейчас хорошая точная тенденция, ну, если отвечать про профессию, это как раз такие, ну, во-первых, навыки машинного обучения становятся, ну, прям, бейзлайном. Так же, как разработчики изучают там алгоритмы структуры данных, да, там, не знаю, bubble sort, там красно-чёрное дерево, вот это вот всё, алгоритмы машинного обучения тоже становится прям базой, ну, понимания, как строить решения, основанные на данных. Вот, если говорить, если жизнь после искусственного интеллекта, опять же, такие прекрасные люди, как Илон Маск, вот, они говорят, что работа после этого, ну, когда всё будет автоматизировано, она превратится в хобби. Я надеюсь, что будет продумано про вот этот безусловный доход, правда, клёвая штука, ну, если прям почитать. Вот, и, наверное, то есть у нас там есть социализм, капитализм, вот, что-то ещё, да, там будет, наверное, изобретено, и обществу, ну, придётся как-то перестроиться, ну, чтобы жизнь после того, как вот искусственный интеллект будет делать всю грязную работу. Спасибо. Да, спасибо. Давайте поблагодарим Сашу за интерактив и за выступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.